Одним из символов нашей страны является такое растение, как береза. Это известно всем. И если спросить практически любого жителя России, какое дерево чаще всего встречается на территории нашей страны, то большинство так и ответит, что это береза. Хотя на самом деле это совершенно не так. Большую часть деревьев, которые произрастают в России, представляют собой хвойные растения. И чаще других встречается лиственница. Например, таежные леса практически на 70% состоят из этого хвойного голосеменного растения. Вот про полезные свойства голосеменных растений я и хотела рассказать в сегодняшней передаче. Голосеменные растения – это очень древняя группа растений. Возникли они на нашей планете много миллионов лет назад, примерно в Девонский период. И больше всего самый расцвет их пришелся на многим известный каменноугольный период, или карбон. Предками голосеменных были растения споровые, которые размножались с помощью спор. Такие, как, например, папоротники, хвощи. А вот у голосеменных появилось очень серьезное новообразование. Это, собственно говоря, семена. Семена голосеменных растений расположены под чешуями шишек. Шишки могут быть совершенно различного вида. И даже иногда напоминать по своему строению ягоды. Их так и называют – шишко-ягоды. Эти семена расположены открыто и ничем не защищены. Отсюда и названия – голосеменные. В отличие от них, у более эволюционно продвинутых цветковых или покрытосеменных растений, семена защищены стенками плода. Большинство людей считает, что голосеменным относятся только хвойные растения. То есть те, у которых листья видоизменены в хвоинке, в иголочке. Хотя на самом деле это не так. Голосеменным относятся и растения лиственные. Например, в пустынях Кении встречается такое голосеменное растение, как вельвичия удивительная. У этого растения два огромных листа, которые могут достигать длины 8 метров. А вот на территории нашей страны встречается ее родственник. Это растение под названием эфедра. К роду эфедра относятся несколько видов растений. По-другому их еще называют хвойник. И все они встречаются на юге нашей страны. Надо сказать, что растение это в медицине используется довольно давно. И из него получают алкалоид, который называется эфедрин. И алкалоид псевдоэфедрин. Оба этих алкалоида в той или иной степени способствуют следующему. Во-первых, они способны расслаблять гладкую мускулатуру бронхов. А это очень важно при бронхиальной астме. То есть это ситуация, когда происходит спазм этой мускулатуры. Во-вторых, препараты эфедры обладают способностью сужать кровеносные сосуды. А это приводит к повышению артериального давления, что тоже иногда бывает очень важно. И самое главное, эфедрин действует, возбуждающий на центральную нервную систему. Соответственно, это способствует борьбе с сонливостью и восстановлению общего тонуса организма. Однажды, а дело было в экспедиции на юге Самарской области, я решила провести на себе такой эксперимент. Я съела две псевдоягоды эфедры, после чего не могла заснуть в течение двух суток. Настолько сильным тонизирующим свойством обладает алкалоид эфедрин. Поэтому будьте осторожны, препарат очень сильный. Ещё одно необычное растение, которое относится к голосеменным, но не является хвойным, это гинко. Гинко – это растение древнее, реликтовое. То есть оно сохранилось на нашей планете с древних до ледниковых эпох. И сейчас в диком виде оно встречается только в некоторых горных провинциях Китая. Но чаще всего его можно увидеть в ботанических садах или на территории каких-нибудь храмов. Растение считалось культовым и высаживалось там специально. И в последнее время, поскольку растение очень популярно, очень красиво и необычно, его даже стали использовать в озеленении. Конечно, это возможно только в тех районах, где позволяет климат, потому что растение достаточно теплолюбивое. Самым северным городом, где растение встречается на улицах, является город Рига. У меня уникальный совершенно гербарий, который был сделан в 1939 году, то есть ещё до Великой Отечественной войны. И веточка эта была сорвана на территории Никитского ботанического сада. Из листьев гинко получает такое вещество, как гинкозит. И это вещество обладает свойством улучшать микроциркуляцию крови в клетках и тканях. Именно поэтому его чаще всего используют при таких заболеваниях, как атеросклероз, при нарушении кровоснабжения головного мозга, для улучшения памяти, при варикозном расширении вен. Наверное, именно поэтому гинко и считалось растением священным, и выращивалось на территории многих храмов. Но в последнее время, в связи с тем, что препараты гинко стали очень популярными, были выявлены и некоторые нежелательные эффекты. Например, было замечено, что препараты гинко могут повышать риск возникновения инсультов. Гинко является растением-долгожителем. Возраст некоторых экземпляров достигает 2,5 и даже 3 тысяч лет. Это очень много. Мало какие растения отличаются такими сроками жизни. И такое необычное и полезное растение вы можете посадить у себя дома. Для этого вам нужно попросить или купить в ботаническом саду побег, веточку гинко. Они очень хорошо укореняются, практически 70% черенков дают корни, и будет долго-долго расти и радовать вашу семью. Гинко и эфедра – это растения голосеменные, но достаточно экзотические. И у нас за окном они просто так не растут. Сосна – дерево, высотой до 40 метров. И к этому роду относится большое количество видов растений. Самое распространенное – это сосна обыкновенная. Хвоиночки сосны обыкновенной собраны по 2 и не очень длинные. Есть сосны, у которых хвоинки достигают 15 и 20 сантиметров. И еще одно растение, которое тоже многим знакомо, в простонародье его называют кедр, хотя на самом деле это сосна сибирская. Иголочки сосны сибирской собраны в пучок по 5 штук. Семена сосны сибирской или кедра использовались в медицине давным-давно. В Сибири хорошо известно, что кедровые так называемые орешки содержат большое количество белка, витаминов и различных микроэлементов. Именно поэтому их использовали не просто в пищу, а очень часто измельченные и с небольшим добавлением воды использовались в качестве заменителя грудного молока при недостатке его у матери. Но семена сосны обыкновенной, значительно меньше по размеру, и в пищу не используются. Ну, во всяком случае, человеком. Зато в медицинских целях используются многие другие части этого растения. Это и хвоя, и молодые почки, и пыльца, и самое главное – смола. Смолу сосны собирают с живых растений и называют живица. В промышленных масштабах с одного дерева можно собрать несколько килограммов смолы. Конечно же, после этого дерево погибает, поэтому делается это в тех местах, в тех участках леса, которые предназначены для рубки. Смолу сосновую издавна использовали вместо жевательной резинки. И за счёт того, что в ней содержится огромное количество витаминов, биологически активных веществ, эфирных масел, её использовали при борьбе с заболеваниями, связанными с недостатком витаминов, то есть при авитаминозах. А ещё при воспалительных процессах ротовой полости и горла. Но смола сосны является ещё и ценнейшим химическим сырьём. Из неё, например, получают скипидар, канифоль. Канифоль используют и в музыкальной промышленности для смазывания смычков, и при пайке различных металлических изделий. А вот окаменевшая смола – это янтарь. Препараты хвои сосны обладают целым рядом полезных медицинских свойств. Их используют как мочегонные, желчегонные, общеукрепляющие, кровоостанавливающие средства. Кроме того, они обладают ещё и дезинфицирующими, и отхаркивающими свойствами. Отвар сосновой хвои используют при бронхитах, при заболеваниях верхних дыхательных путей, при астме. Их пьют или используют в качестве ингаляций. Молодые почки сосны собирают обычно весной, в тот момент, когда хвоиночки ещё не до конца вылезли из своих почечных чешуй. Их срезают ножницами, сушат, и в дальнейшем из них готовят настой и отвар. А вот хвою сосны можно собирать практически в любой период, даже зимой. Единственным условием является сбор хвои с тоненьких молодых веточек, диаметр которых составляет не больше 2-3 мм. И такая хвоя хранится недолго, обычно 2-3 месяца. Из неё можно готовить отвары, настои. Её мелко режут, измельчают и заливают холодной водой. В этом случае настой готовится в течение 12 часов и пьётся по полстакана 2-3 раза в день. В медицинских целях у сосны используют ещё и пыльцу. Пыльца у сосны созревает в мужских шишках. Эти шишки, в отличие от женских, расположены обычно на нижних побегах. И собирать их достаточно легко. Время, оптимальное для сбора, тоже обнаружить очень просто. Если в конце мая-начале июня подойти к сосне и ударить по нижним веткам, то в период созревания пыльцы над этими ветками поднимется целое облако жёлтой пыли. Это и есть пыльца. Её собирают, срезая ножничком или ножом, отделяют хвоинки, сушат. И используют также в виде настоев и отваров. Пыльца сосны – это очень часто используемая и встречаемая биологически активная добавка. Она является, в первую очередь, общеукрепляющим и иммуностимулирующим свойством. Кроме того, считается, что препараты пыльцы сосны обладают омолаживающим свойством и способствуют увеличению подвижности суставов. Из этих пыльцевых шишек сосны никогда не получатся шишки настоящие. Это мужские шишки. А вот женские шишки находятся на других ветках, и обычно это ветки расположены более высоко. Надо сказать, что шишка сосны и шишка ели очень сильно друг от друга отличаются. Шишка сосны покороче, и чешуйки, которые прикрывают семена, более твёрдые, жёсткие и деревянистые. Шишки сосны, женские шишки сосны в медицине не используются. Шишки ели, наоборот, вытянутые и в свежем, не в сухом виде. Они имеют вид морковки. Чешуйки более тонкие, и они плотно примыкают к осевой части, закрывая семена, которые там спрятаны. Молодые с недозревшими семенами шишки ели используют в медицине. Из них готовят отвары, которые используют при различных заболеваниях, связанных с воспалительными процессами рта, горла, дыхательных путей. Это танзелиты, ларингиты, ангины, бронхиты. Их используют в виде полосканий и применяют также и наружно. В отличие от сосны, которая используется и в официальной, и в народной медицине, ель используется только в медицине народной. Но там она занимает свое достойное место. На территории нашей страны в диком виде растет в основном один вид. Это ель обыкновенная. В культуре, правда, встречаются и другие виды ели, такие достаточно известные, как голубые ели. А в лесу можно встретить растения, очень похожие на ель, которые называются пихта. Веточки пихты, иголочки пихты более мягкие, на концах не такие острые, более округлые и более плоские, чем у ели. А вот у ели, иголочки, это самое ценное медицинское сырье. Гораздо более ценное, чем еловые шишки. И в медицине используются в основном молодые побеги ели. Лучше всего их собирать весной, в тот момент, когда они еще мягкие и отличаться будут даже по цвету. Они будут более светлые и более яркие. Хвоя ели, так же, как и хвоя сосны, содержит очень большое количество полезных элементов. В первую очередь, это также эфирные масла, фитонциды, различные микроэлементы. Хвоя ели очень богата дубильными веществами. И самое главное, здесь содержится большое количество витамина С, даже больше, чем в хвое сосны. Именно поэтому молодые побеги ели во время войны использовали как мощное средство против цинги. Их жевали, добавляли в салат, в различные другие блюда. И даже сейчас, весной прогуливаясь по лесу, если вы обнаружили на еле молодые хвоиночки, молодые побеги, попробуйте их на вкус. Они будут кисловатыми. Отвары и настои еловой хвои используют при таких заболеваниях, как ангины, танзелиты, это полоскание. И для приема внутрь. Чаще всего, в отличие от сосны, ель используют при подагре, при ревматизме. И самое главное, при различных заболеваниях, связанных с образованием камней в почках и мочевыводящей системе. Но и у препаратов ели есть свои противопоказания. Например, их не рекомендуется использовать, употреблять в большом количестве людям, которые страдают некоторыми заболеваниями почек. В основном это нефриты, нефрозы и заболевания, связанные, вот близкие к этим. А ель оказывает положительное терапевтическое воздействие не только при использовании каких-то препаратов, но и опосредованно. Через ту радость, которую она дарит нам на Новый год. И если вы в эти прекрасные новогодние праздники поставите дома живую елку, то она не только будет радовать вас своим внешним видом, но и прибавит вам здоровья за счет того уникального и неповторимого аромата, который будет распространяться по всей вашей квартире. Но есть еще другое семейство, которое также относится к хвойным. Это семейство кипарисовые. И помимо южных представителей этого семейства, таких как туя и кипарис, которые в нашей средней полосе не встречаются, есть одно дерево, или чаще всего оно представляет собой не древесную форму, а почти кустарниковую, которое также используется в медицине. И растение это – можжевельник. В отличие от ели и других хвойных растений, можжевельник обычно не вырастает высотой больше трех, максимум пяти метров. Самое большое дерево можжевеловое, которое описано ботаниками, расположено в Норвегии. И высота его – 17 метров. Возраст этого дерева – около 100 лет. А в наших лесах обычная высота можжевельника – полтора, два, реже – три метра. Но если вы его посадите у себя на участке, он может оказаться и более высоким. Внешний вид можжевельника очень сильно отличается от внешнего вида ели. Во-первых, у него совершенно другие хвоинки. Хвоинки можжевельника более короткие и значительно более острые, чем хвоинки ели. Кроме того, веточки его более короткие и расположены ближе к основному стволу. Очень часто можжевельник представлен не одним стволом, а сразу два-три ствола и стволика, которые отходят от одного корня. Можжевельник, в отличие от сосны и ели, образует не просто шишки, а так называемые шишко-ягоды, которые внешне похожи на ягоду, но с точки зрения ботаника по своему строению являются шишкой. И в отличие от сосны и ели, женские и мужские шишки у можжевельника созревают на разных растениях. На одном растении созревают женские шишки, из которых потом образуется шишко-ягоды, а на другом только мужские пыльцевые шишки. Поэтому, если вы посадили у себя на участке можжевельник и хотите добиться от него плодов, то растение должно быть не одиноким, а ему обязательно нужна будет пара. В медицинских целях у можжевельника, в отличие от сосны и ели, используют в основном плоды, то есть шишко-ягоды. И собирать их лучше всего в период, когда они максимально созревают. Это конец августа, начало сентября. Надо заметить, что у всех хвойных, в том числе и у можжевельника, плодоношение по годам будет не одинаковым. И большое количество плодов образуется обычно раз в 3-4 года. Если вдруг вы пошли в лес и обнаружили можжевельник густо усыпанный шишко-ягодами, то соберите заранее и впрок, потому что на следующий год их может там не оказаться вообще. А сроки хранения этого сырья составляют 2-3 года.